Демси 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 Вскоре просыпается Блейк, но не обнаруживает рядом с собой Лин. Видимо ее похитили и наш главгерой идет на ее поиски. Позже Блейк понимает, что они были всего в миле от какой-то неназванной деревни, жители которой считают, что конец времен зависит от них. Главная цель Блейка отыскать Лин и сбежать, не попавшись чокнутым местным жителям. Ну представьте, мы в деревне. Полно психов. Просто полным полно, как в Outlast оригинале, но только на этот раз эти психи сатанисты. И они готовы нас... Я не знаю, что они готовы с нами сделать, но по-моему главному герою фиговенько там находиться, потому что там все захотят его убить или еще что-то с ним сделать. Это даже страшно предполагать, что. Из демки, кстати, понятно, что там абсолютно все настроены против нас. Абсолютно каждый. Кроме Лин, то есть мы должны ее спасти, да. Она единственная наша союзница. Все, больше не священника, да, как в первом отласе. Никого не будет, кто нас будет поддерживать. За нами следуют какие-то люди, да, они пытаются нас убить. Мы прячемся в кукурузных полях, мы пытаемся там что-то сделать, потом падаем, там еще что. Короче, дофига всего нас пытаются поймать, но нет. Мы, опять же, благодаря навыкам Майлза Абшера, Вейлана Парка, мы очень быстро передвигаемся, и поэтому нас тяжело поймать. И это реально круто, да. Мы там тоже быстро бегаем. Камера там с измененным интерфейсом, это тоже очень круто, потому что хоть какое-то разнообразие, хоть что-то поменяли, и, по-моему, выглядит немножко получше, чем было. Также, судя по всему, главный герой может задерживать дыхание, находясь под водой, потому что мы видели, что он ни с того ни с сего просто перелез, и при этом он еще мог долгое время не дышать вообще. Секунд, наверное, 20 или больше. А значит, ну, он красавчик, да. Мы теперь можем взаимодействовать с открытым миром. То есть у нас в первой части был закрытый Маунт Мессив, закрытая психушка, и мы там тупо не могли ничего делать. Мы шли тупо по сюжетной линии. Просто шли от коридора к коридору, а здесь у нас целый лес, деревня, и мы можем ходить, и это очень круто. Кстати, нужно упомянуть о том, что главный герой теперь умеет разговаривать. Да, это очень-очень клево. Шон Бейчу, который озвучивал Майлза Апшера и Веллана Парка, вновь будет озвучивать главного героя. Он может разговаривать, он будет спрашивать, например, там, есть тут кто? Или вот, например, он говорит, я потерян, там, или, допустим, он стучится в дверь и говорит, эй, алё, там кто-то есть, и всё такое. Короче, он теперь будет разговаривать и передавать свои эмоции нам. Это очень клево, Майлз Апшер и Вайлан такого не умели, и иногда это даже было фигово. Иногда хотелось, чтобы они сами заговорили, прокомментировали ситуацию. А вот теперь мы сможем всё это сами увидеть. Я, кстати, очень надеюсь, что главным злодеем будет не сатана, потому что если будет сатана, это будет, конечно, весело. Очень весело, но нет. Я надеюсь, что такого не будет. Если такое произойдёт, игра будет, конечно, очень безбашенной. Хотя, с другой стороны, может, это будет весело. Всё-таки антагонист ещё какой. Может быть, нам придётся с ним деловые вопросы решать, бегать с ним там. Мы же видели что-то наподобие какой-то комнаты, где перевёрнутый крест. Крест состоит из детей, из мёртвых маленьких детей. И, блин, что же может быть лучше для второй части просто? Вот, я не знаю. Первая была не такой жестокой. Там всего-то, ну да, там тоже было, конечно, во второй особенно, там, где Вейлан шёл и увидел какую-то женщину, которая была полностью разрезана и голая, и, в общем, всё, капец, там, как роды происходят. А здесь вообще жесть, конечно. Создатели, по-моему, переплюнули сами себе. Посмотрим, что с этого получится. По крайней мере, мне очень понравился тизер, понравилась демо-версия. Ну, два ролика демо-версии, это было просто супер. Спасибо вам, Red Barrels, за ваш визит на PAX East. Спасибо за демку, потому что вы сначала не хотели её давать вообще, потом вас уговорили. Но для общего доступа, пока они не планируют её выпустить, но... Может быть, когда-то они это сделают, потому что иначе я поиграть тупо не смогу до официального релиза. Я очень хочу, я у них уже трижды просил, но они говорили, что нет. К сожалению, даже за деньги нельзя её нигде достать. Так что, ребята, вот такие вот дела. Outlast 2 будет суперским, я думаю, потому что демо-версия очень-очень классная. Особенно ворона в окне. Да, это было весело. Но, да, там специально не слили самые-самые опасные, самые эпичные моменты, поскольку, если не это сделают, как в первом Outlast, потом уже будет совсем не то. Ладно, ребят, я надеюсь, вам понравилось это видео, вы поставите лайк и сообщите своим друзьям. А с вами был Дэмси, и ролик о новостях Outlast 2, и его демки, которая вышла совсем недавно на этих выходных. Всем спасибо за просмотр, всем пока.